Слава Сербский и его отец В гостях в Центр славянских культур сегодня ермонах Игнатий Шестаков из Срединского монастыря, который не только является священнослужителем, но и является сербистом, историком и многие статьи переводит с сербского языка для портала Православие.ру. Также с нами сегодня Анна Ланцева, наш постоянный гость в рубрике «Святые славянских стран», культуролог, богемист, словист, который занимается феноменом почитания святых в славянских странах. Приветствуем вас в Центре славянских культур как очно, так и заочно. И начинаем нашу сегодняшнюю встречу с песнопений, посвященных святым Симеону и Сабве Сербским, а именно с сербского светильна в их честь. Исполняет трио «Славянские напевы». Исполняет трио «Славянские напевы». Исполняет трио «Славянские напевы». Исполняет трио «Славянские напевы». Аминь. Ну, те, кто внимательно слушали текст светильно, заметили, что я оговорился немножко, поскольку это светильно действительно Симеону, Симеону, про Саву в нем не говорится. И вот, думаю, начать нашу сегодняшнюю беседу как раз и следует с Симеона Мироточивого или с в светском таком наименовании Стефана Немани, одного из первых сербских правителей, таких вошедших в историю как объединитель государства. И я бы попросил отца Игнатия нам сейчас немножко о Симеоне, о Стефане или о Немане, как его по-разному называют, об этом удивительном человеке рассказать. Ну, безусловно, можно сказать, что со Стефана Немани, с преподобного Симеона Мироточивого фактически начинается сербская история, история сербской церкви во всей ее такой полноте и национальном колорите, можно так сказать. Именно при нем, когда он был великим жупаном, произошло объединение сербских земель, в общем-то в этом его заслуга. И он стал родоначальником целой династии Неманичи, о которых мы потом, я надеюсь, еще поговорим. Династии, правившей несколько веков, фактически до турецкого нашествия, Сербии, и именно при этой династии произошел расцвет вообще сербской средневековой культуры. То есть все, что мы знаем, вся вот эта вот древность, фрески, монастыри, множество святых, это как раз вот династия Неманичи все это дала и церкви, и миру, и более того, и самой из этой династии множество святых, непосредственно родственников святого Симеона мы знаем. Их мощи до сих пор почивают в монастырях, являются объектом поклонения. И вот родоначальником всего этого стал Стефан Немани. Интересно, что вообще даже в его жизни отражается вот эта вот особая судьба сербского христианства и православия на Балканах, когда оно было всегда между Западом и Востоком. Потому что известно, что сам Стефан принял сначала крещение в Западной Церкви, а потом уже взрослым человеком как бы крестился в Церкви Православной, к ней по восточному обряду. И он был отцом трех сыновей, двое из которых внесли огромный просто вклад в историю и Церкви, и сербской государственности. В первую очередь это, конечно, Святой Савва, по которому и сама сербская церковь еще называется Святосавской. И даже у самих сербов есть такое понятие Святосавли, это такой сербский извод православия. Это понятие не совсем понятное многим другим православным народам, но тем не менее для сербов вполне себе такое, можно сказать, догматически богословское. Само житие, собственно говоря, Симеона, оно не очень пространное, вот древнее его житие. И известно о нем, что он построил несколько задужбин известных монастырей. Одним из самых известных, пожалуй, сохранившихся до сих пор, это студенец монастырь, в котором потом его сын долгое время подвязался. И писал разные и законоправила, и типики. Так вот, к титрам этого монастыря как раз стал Святой Симеон. Когда его сыновья подросли, он выделил каждому из них в удел определенные земли. И здесь мы как бы невозможно говорить о Симеоне, не начиная разговор о Святом Савве, в общем-то. И здесь происходит такая история, трагичная, можно сказать, для Симеона и для его супруги. Их молодой сын, Растко, младший самый сын, который управлял за холмем, это такая территория современной герцеговины. Вот этот молодой князь вдруг убегает, не взяв благословения у родителей, на Афон. По одной из преданий он убежал с русским монахом. И, в общем-то, это предание довольно такое укоренившееся и в нашей истории, и в истории Сепской Церкви. Он убегает на Афон, об этом узнает отец, Стефан, и посылает за ним погоню. И когда погоня его уже настигла, значит, молодого этого Растко и его спутников, они как бы окружают их. И в какой-то момент вдруг Растко появляется и из башни выбрасывает им свои княжеские одежды и сообщает о том, что он уже принял монашество. Но родители смиряются, и Савва остается подвязаться на Афоне, но не теряет связь со своим отцом и постоянно находится с ним в переписке. И в итоге он склоняет отца к тому, чтобы тот тоже принял монашеский постриг и присоединился к нему на Афоне. И в 1196 году действительно Симеон Неманя принимает монашеский постриг, становится Симеоном-монахом. И его пример последовала его супруга Анна, и она становится монахиней Анастасией. Супруга остается подвязаться в Сербии, а уже пожилой и молодой монах одновременно Симеон направляется на святую гору Афон, где встречается со своим сыном, и там начинают они вместе подвязаться. И здесь роль именно Симеона как могущественного правителя и человека, имевшего определенные связи на международном уровне, сыграла большую роль. Вот именно в этом и становлении сербского православия на Афоне, и в дальнейшем во всех сербских землях. Он вместе со своим сыном начинает искать место, в котором будут подвязаться именно монахи-сербы, которых тогда уже было достаточно на Афоне. И они у византийского императора получают на это разрешение. И здесь я хочу сказать, естественно, сыграя роль вообще какой-то политической, скажем, мощи Немани, его связей, в том числе и родственных. И они получают разрешение, получают специальную грамоту, и им отдают заброшенный монастырь Хиландар, который они перед этим уже нашли, выбрали. И здесь закладывается, можно сказать, основа для будущей сербской лавры. Они вместе там подвязаются. Ну и довольно скоро святой Симеон отходит ко Господу. Это происходит, по-моему, в 1200 году. И интересно, что довольно быстро монахи сербские, которые были свидетелями его подвигов и подвигов его сына, прославляют преподобного Симеона как святого, потому что действительно на его могиле совершаются различные чудеса. И происходит и мироточение, пробивается через его могилу известная виноградная лоза, которая до сих пор жива и приносит виноград. И считается, ну и действительно так и происходит, что люди, которые вкушают этот виноград, вот, допустим, есть у людей проблемы с появлением ребенка, то люди молятся специально, предварительно постившись, причастившись, и вот вкушают этот виноград, и Господь посылает им детей. Так вот, такие вот чудеса начинаются уже сразу, буквально после упокоения преподобного Симеона. Симеон, его святость для сербских монахов не вызывает никакого сомнения. И когда святой Савва понимает, что ему надо вмешаться в события, происходящие его на родине, когда его братья, фактически начинается гражданское противостояние, здесь опять вступает Симеон в действие, можно так сказать, потому что святой Савва приносит его мощи в Сербию, и это как раз примеряет братьев, и это противостояние как бы прекращается, и мощи святого Симеона пребывают в его задужбине, в монастыре Студеницы, где, собственно говоря, сейчас под спудом мы верим в то, что они пребывают. К сожалению, к ним нет доступа, но могила его есть, и как бы церковь верит в то, что его останки находятся под спудом. Если немножко на этом остановиться, дело в том, что вообще, поскольку турки очень часто разоряли все практически монастыри, то сейчас нередко, когда мощи находятся под спудом, но мы не всегда знаем, точно ли они там. Так, например, с мощами святого Владислава дело обстоит, и еще некоторых святых, но это не значит, что это не может быть местом поклонения для нас, потому что, скорее всего, они могут быть где-то еще просто перепрятаны рядом, и это, в общем, делали священники и монахи для того, чтобы они не были осквернены. И таким образом Симеон присутствует постоянно в жизни сербской церкви и фактически для наших дней. По его вот этому имени, Неманя, одному из его имен, династия, как я уже сказал, получает это название, и вообще, скажем, с этим словом, с этим понятием связана и вся история, и вся историософия, и, в общем-то, церковная культура Сербии. Это вот, что можно сказать о святом Симеоне, и всегда, когда происходит какая-то полемика, например, о какой-то сербской идентичности, церковной в том числе, как раз люди, подчеркивающие единство сербов, разных сербов, скажем так, субэтнических групп, они всегда опираются на какие-нибудь сведения о почитании святого Симеона. Если они присутствовали, то это как бы подчеркивает то, что эти люди тоже являются сербами. Так вот, например, вот в этой, имеющей сейчас место полемике между черногорством и сербством, собственно говоря, территория Черногории тоже была одной из старых земель, в которой управлял святой Симеон, это Зета. Она тоже одному из сыновей доставалась в наследство, и поэтому сейчас особенно он, например, почитается именно и в Черногории тоже, например, в городе Берена сейчас строится кафедральный собор, посвященный святому Симеону, который будет по величине, ну, считается вторым, в общем, храмом после воскресения Христова в Подгорице. И вообще дни святого Симеона особо отмечаются, как такие национально-церковные праздники. Ну, пожалуй, это все, что сейчас бы я хотел сказать, возможно, еще мы вернемся к этому святому. Само же житие его достаточно, можно сказать, небольшое. В общем-то, оно занимает там пару страниц, и даже у Истин Поповича в 20 веке, который как бы изнова писал и редактировал все эти жития, собственно, этот текст довольно небольшой. В общем, где-то две страницы занимает, но там приводится прямая речь. Святого Симеона – это когда он уже отходил ко Господу, он созвал, значит, братьев и давал им советы, как жить, как вести духовную жизнь. Вот очень интересные эти слова. Ну, это вот, пожалуй, что можно сейчас сказать о Симеоне, но я думаю, что мы еще продолжим. Конечно. Действительно, Симеон представляет для нас такую фигуру централизатора, объединителя, в общем, то, что связано с сербским этносом. Вместе с тем, мне хотелось бы уточнить такой момент. А почему именно во времена Симеона, не мне, да, мы можем говорить о централизации сербских земель, ведь до этого такого непосредственного понятия, централизации не было. Были отдельные, да, области, Зетта, Хум, Рашка, и каждая из них пыталась, да, так сказать, конкурировать с себе подобными. Почему вот именно при Симеоне, а не до него? Спасибо. Ну, знаете, есть, на самом деле, еще и сербские историки, которые говорят о том, что и до Симеона, в общем, были достаточно... Посылки, да? Да, и предпосылки, и вообще довольно сильные правители, но вот такая современная сложившаяся сербская историография, ну, подобно такое, как и у нас, вот, например, история Рюриковича, и там, князя Владимира, Ярослава Мудрого, она именно с Симеоном связывает вот этот процесс, ему удалось вот это ядро, ядро, скажем, сербских земель, который, конечно, был, на самом деле, намного меньше, чем под этим понятием мы сейчас понимаем. Это как раз вот территория современной Рашки, это юг современной Сербии, где, кстати говоря, сейчас в основном население мусульманское живет. Вот, это Косово и Черногория, и вот Герцеговина, вот эта вот, скажем, южная часть современных вот сербских земель, ну, ему удается просто их объединить под своей властью, собственно говоря, и плюс его супруга Анна, по одной из, в общем, версий, она, возможно, была в расцвее с византийскими императорами, и плюс им были вот такие шаги предприняты, скажем, при Симеоне, пусть он был уже монах, но тем не менее, как бы на Афоне появляется первый сербский монастырь, начинаются такие серьезные подвижки к тому, чтобы, в общем, самостоятельную церковь получить, и ему удается собрать достаточно крупное тогда, скажем, по территории государство, населенное достаточно гомогенно именно православными сербами, и плюс еще один факт из его жизни, он же еще и боролся с ересью Бугомилов, вот. – Из Болгарии, да, проникают? – Ну, есть как бы разные, там, в том числе в Боснии считается, что был у них одной из таких центров, и он собирал для этого соборы, в общем, ну да, ему удается объединить и как-то освежить, скажем так, церковную жизнь на этих территориях и политическую жизнь. Ну и плюс он правильным образом воспитал троих сыновей, да, один из которых стал потом епископом первым сербским, а второй первовенчанным таким правителем государства, да, фактически королем. – То есть получается, это такое интегральное, да, явление, явление объединения на условиях и историко-культурных, да, и политических, и, конечно же, что очень важно, духовных. Еще один вопрос возникает, связанный с тем, что на территории Сербии все-таки первоначально были тенденции латинского характера, и, как мне известно, они довольно-таки сильные. Вот как они, так сказать, латинские тенденции, да, и тенденции восточные, они сживались вместе, как они уживались, скажем так? – Ну, во-первых, конечно, надо на это все смотреть в контексте общемировой ситуации в тот момент, потому что понятно, что в 1924 году хрестоносцы соберут Константинополь, и фактически, да, на 60 лет они делают там латинское государство, и, может быть, ислам еще не был таким серьезным фактором для Балкан в этот момент, но сербы, которые с самого, в общем-то, начала своего появления на Балканах, они, в общем-то, оказались на этой границе западной и восточной традиции, даже когда церковь была единая, да, им приходилось все время так балансировать, и, в общем, можно сказать, что эти традиции действительно вполне себе уживались. Собственно говоря, вот пример, сам Симеон крестился в западной церкви. Как это выглядело? Какая она была тогда, эта западная церковь на Балканах? Понятно, что она была очень похожа в обрядовом, там, ну, во всем, в общем, с восточной. И разница еще, собственно говоря, была не такая большая, да, там. Вот. И уже и при его сыновьях, собственно говоря, Стефан перворенщиной сначала принимает корону от римского папы. И делает это не для того, чтобы какую-то унию там насадить или еще что-то, а для того, чтобы получить политическое признание в тогдашней Европе. Но это ему не помешало, конечно, потом быть коронованным от своего брата. По сути дела, да, сербам вообще все время приходилось балансировать, потому что, собственно говоря, их даже географическое положение заставляло их это делать. Плюс они, на самом деле, и даже территориально были некоторым образом отрезаны от всего славянского мира, а остальное, потому что между остальным славянским миром и сербами вклинивались еще и мадьяры. Вот. И, по сути дела, они, в общем-то, ну, скажем, находились в таком инославном окружении все время, и даже иноплеменном. Для наших случаев, или я поясню, что мадьяры – это венгер, это венгерская народность. Да. Вот. Ну, они фактически как бы вклинились, да, между, допустим, южными славянами и вот западными, там, Моравией и всем остальным. Ну, и тем более восточными. Да. Ну, и тем более, да, восточными. Так что эти контакты были все время. Я просто думаю, что не надо преувеличивать их значение как некий сервилизм сербов. Я думаю, тут скорее они, у них проявлялась какая-то природная хитрость такая, вот, и дипломатические разные такие цели они преследовали. Но, действительно, это было. А с другой стороны, Рим всегда присылал туда своих делегатов и постоянно, в общем-то, на протяжении всей истории сербской церкви и даже до сих пор стремился, в общем-то, распространить свое влияние, в том числе через унию. Ну, вот, как бы сербам так удавалось всегда как-то все-таки сохранить свою восточно-православную идентичность. Я еще этот вопрос задала в связи с тем, что совсем недавно обнаружила сведения чешских, правда, историков, о том, что как раз-таки на территории Келандарского монастыря на Афоне были обнаружены такие вот латинские рукописи, которые до сих пор еще до конца не прочтены, не изучены и не описаны до конца. Так что работы еще, видимо, много. Да, явно, что контакты были тесные со всеми сторонами. Ну, и совершенно правильно вы отметили, отец Игнатий, что 1204 год тут ни о какой Византийской империи уже говорить фактически не приходится. То есть какие-то ее остатки все-таки действуют, существуют, но как бы в Европе остается только один имперский, как бы мы сказали, да, центр. И он к Риму тяготеет, поэтому вполне логично, что и сербские короли, и сербские князья, они вынуждены были все-таки с этим как-то мириться, да, считаться. И как-то на этом выстраивать свою государственность в какой-то мере. На лояльности, на лояльности римских пап, да, они же все-таки признавали, что ты король или ты не король, как бы это зависело от слова пантефика. Ну да, по сути дела, да, по сути дела, со Стефаном Первоничаном так и произошло. Можно сказать, они так слукавили, в какой-то степени обманули папу. То есть, хочешь дать корону, давай. Вот, все остальное, в общем, нас не интересует. Ну, а если что, то мы и сами можем короноваться. Ну да. Мы знаем, что со времен первых немничий возникает очень один интересный феномен батюшка, о котором уже говорил, это строительство задужбин, то есть то, что построено для молитву за душу, за душу человека. Это монастыри, храмы, которые стали жемчужиной сербской архитектуры. Один известный югославский писатель Ива Андрич в своем романе «Мост» пишет. «Все умирают один, а великие люди два раза. Первый раз, когда их не станет на земле. Второй, когда исчезают их задушбины». Батюшка, как бы вы продолжили эту мысль Ива Андрича, и какую роль сыграли задушбины в истории сербской культуры и последующего задушбинарства? Ну, задушбины, собственно говоря, что это? Это как бы человек становился ктитором, но, по сути дела, для того, чтобы молились за его душу, вот он что-то строил. И если эти слова Ива Андрича прокомментировать, то здесь, конечно, роль идет о том, что настоящая смерть человека наступала, когда еще и то, что он оставил в этом мире, уничтожено. Причем, в общем-то, эта речь, в том числе Андрич, возможно, говорит не только о храмах или монастырях, потому что задушбинами у сербов, например, является, может быть, библиотека иностранной литературы. Да, то есть, например, если человек построил что-то и особенно какое-то такое общественное место создал, такие места есть, например, сейчас в Белграде, они являются задушбинами каких-нибудь деятельных предпринимателей, там, начала XX века. Иногда задушбинами становятся даже фонды какие-то материальные, которые они оставляют, ну, например, на содержание какой-то святыни. Но в случае с немничами это, конечно, были именно в первую очередь монастыри, построенные там по последнему, как говорится, слову, архитектуры и искусства. Причем, что очень часто они завещали именно в этих монастырях себя похоронить. Вот так было, как мы говорили в прошлый раз, с Еленой Сепской, так было со Стефаном Дычанским, и вот так произошло с Симеоном. И это благочестивая традиция в каждом последующем поколении неманичей, ну и, в общем-то, потом уже людей состоятельных, любых князей, она только росла, то есть она превратилась во что-то фактически обязательное. И многие правители, такие как, например, Милутин или Стефан Дычанский или даже князь Лазарь, который погиб на Косовском поле, они начинали строить свои задушбины задолго до того, как становились уже правителями. То есть это была как бы обязательная такая часть их вообще жизненной программы. И благодаря этому, этой традиции мы имеем фактически все это наследие, богатейшее всех средневековых храмов, сохранившихся до сих пор, и новых появляющихся, собственно говоря, сейчас люди, у которых есть возможность, в общем-то, эту традицию продолжают. Просто это такой термин, который не совсем тоже понятен, часто бывает русским, что это такое задушбинарство, но, наверное, наиболее точный аналог – это ктиторство. Можно ктиторство назвать аналогом? Или все-таки есть какие-то различия этого феномена задушбинарства? Ну, сложно сказать. Я думаю, что все-таки как бы это действительно очень близкие понятия. Просто задушбинарство звучит более как-то благозвучно и таинственно, и здесь тут же присутствует упоминание души, за которую это сделано. Но, по сути дела, это да, это то же самое, по крайней мере, скажем, если брать правителей там на Руси или в Западной тоже Европе, вот ктиторов, больших монастырей, храмов, в сущности, это то же самое, потому что, как правило, они и вкладывали еще и вклады какие-то делали, допустим, обеспечивающие какие-то молитвы или там поминовения. В общем, да, это именно ктиторство. Просто это самое близкое, скажем, если переводить, стараться. Но все-таки задушбинарство – это задушбинарство. То есть тоже свой оценок имеется и местный колорит. Да, конечно, имеется, потому что, опять же, вот я говорю, что это какое-то такое общее понятие, да, могут сказать там «великий задушбинар сербского народа», да, то есть что это такое? Вот. «Великий ктитор сербского народа» как-то звучит странно. Ну да. Вот. Но тут, но понять это можно, что это такое. Это человек, который сделал очень много и в том числе материальных каких-то таких вот вещей, благодаря которым люди сохраняют свою православную веру, там, благодаря которым какие-то дела милосердия совершаются. И, то есть задушбинаром сербского народа можно назвать, например, какого-нибудь великого писателя, да, то есть вот его, как бы, вклад в сокровищницу там сербской литературы просто неоценим. Вот. И еще, если этот человек был известен как христианин, как совершавший какое-то милосердие, там, допустим, построивший церковь, вот это вот настоящий задушбинар, примером для которого в первую очередь служили вот неманичи, да, то есть как бы здесь все вместе. А могло вот это, мог ли этот удивительный, поистину чудесный феномен задушбинарства оказать свое влияние на Древнюю Русь, да, когда мы знаем, что князья тоже вкладывали деньги на строительство храмов, и замечательные белокаменные соборы тоже построены нашими русскими князьями? Ну, безусловно. Во-первых, и как бы житейная литература доходила довольно рано, да, и, собственно говоря, в родстве они тоже состояли, собственно говоря, бабушка родная Ивана Грозного была Анна Якшич, то есть сербская княжна, вот, и она, в общем-то, его воспитывала в отсутствии отца, и мать, в общем-то, тоже не могла им особо заниматься, и, например, понятно, что молодой князь, князь и будущий Иван Грозный с детских лет слушал вот на таком языке, сербско-русском, историю о неманьячах, историю о святом Саве, собственно говоря, потом это и нашло свое отражение, и, конечно, эта традиция была им близка, в общем-то, я думаю, что даже о таком понятии они знали. Даже знали. Да. По крайней мере, и прекрасно понимали, что оно значит. Ну, это и общехристианская все-таки такая вещь, да, как бы правитель, который хочет развить в своих землях церковь, да, дать ей больше возможностей, он вкладывает свои средства. Не просто развить, а оставить о себе память. Ну, в том числе, да. Да, да. Молитвенную память, как бы, о себе, да, после своей смерти. Мы знаем, что князь Владимир, да, строил храмы, Ярослав Мудрый строил храмы, то есть для Руси это тоже характерно, и не только для Руси. Святой Вацлав в Чехии строил храмы, это одно из его тоже важных сфер его деятельности. Да, но все-таки, все-таки ктиторство восточное, оно имеет свои отличия от западного меценатства, если так уж до выразиться. Ну, да. Но я бы, знаете, что подчеркнул? Я бы подчеркнул в задужбинарстве, на мой взгляд, это личное мое мнение, может быть, оно неправильное, вот вы меня поправьте, если что, что все-таки в задужбинах сербских там подчеркивается, кто построил. То есть, может быть, не обязательно будет изображение на стене этого задужбинара, но очень часто, очень часто я такого на Руси не встречал, чтобы изображали там Ярослава Мудрого где-то или, я взял, какого-нибудь другого. Это, ну, встречается, но редко, или в более поздние времена. Ну, да, в принципе, в этих задужбинах много ктиторских портретов, там и известные фрески, где они сами прям держат, как бы, эти построенные храмы, вот. Но я думаю, это вот это еще связано вообще с развитием фресковой живописи и с ее сохранностью, потому что понятно, что на Балканах, мне кажется, этого просто было больше в тот момент, когда они строили, поскольку они были близки к этой всей византийской там культуре и так далее, вот. И плюс еще все-таки климатические условия позволяют говорить о том, что фресковая живопись лучше сохранилась у них, чем в среднем, в общем-то, у нас. Вот. И, ну, да, то есть во всех этих задужбинах, как правило, изображались, конечно, и сам задужбинар, ну и члены его семьи. То есть люди, за душу которых христиане, придя в этот храм, должны были бы молиться, так же, как должны молиться монахи и поколение священников, именно вот за душу. Это вклад за душу. То есть я вот оставляю за свою душу вклад, в котором вы будете молиться и за меня, и сами будете молиться. В общем, так вот мы будем все вместе общаться с Господом. Я думаю, что нам можно бы перейти к нашему музыкальному элементу, точнее, к песнопениям. И сейчас трио «Славянские напевы» споет Тарапарь, Святым Сави и Симеону, сербским, на сербском языке. А потом мы уже будем говорить о Святом Сави и о его жизненном пути и влиянии на историю и культуру Сербии. И не только. Я хотела бы добавить, что Тарапарь, Святым Симеоне и Сави, будет исполнен на традиционный сербский напев, первого глаз. Их же топлие заступники, Воскребе и на пасте химуштии. Симеона Богоносного Писаву Просветителя Припадем к ним саверою, Я года молитвами их от напастей избавляем им По долгу благоверно спаса и Бога прославим Глаголю уж тем славодавшему в укрепост, Слава прославушему в чудесе, Слава избавушему нас от скребень Молитвами вашими Пусть люди, владеющие сербским языком, простят нам некоторую картавость С точки зрения звука R. Прошу прощения за это. Действительно, если средневековую сербскую историю, как правило, начинают с жизни святого Стефана Неманя, Объединителя, то церковная история сербов связана с именем великой многогранной фигуры сербского народа Саввы Неманя. Отец Игнатий, расскажите, пожалуйста, об основных вехах жизни святого Саввы. Ну, поскольку мы уже фактически поговорили о том его периоде его жизни до монашества и коснулись как раз его жизни, когда к нему прибыл туда отец, и они вместе подвязались, вообще Савва, живя на Афоне, привлек сразу же внимание вообще и греков, и всех других подвижников своей особой аскетической жизнью. Он подвязался, жил в скитах, жил в водопете какое-то время, потом вот они вместе с отцом там жили и занимались устроением нового монастыря Хиландара сербского. Ну и также он создал особый типик для людей, в Корее еще у него была келья, создал специальный типик, там должно было жить по два, по три человека. Это на Афоне, это не Корея, это не Вази. Да, на Афоне. Корея через А. Да, на Афоне. И, собственно говоря, эта келья до сих пор жива, и этот типик сохранился. Но уже после смерти отца, как я говорил, он, наблюдая то, что узнав о том, что происходит у него на родине, начался очень серьезный конфликт между его братом Стефаном, которому отец оставил в управление Сербию, но таким образом как бы нарушив некий установленный порядок или предполагаемый, потому что Стефан был средним сыном, еще был старший сын Вукан. Ну и, естественно, Вукан как бы не мог с этим смириться, и при помощи венгров и других иностранцев всячески, значит, боролся со своим братом. И для того, чтобы примирить их, Савва прибывает в Сербию, привозит мощи с собой своего отца, которые источают мира и множество исцелений, чудес происходят. И это примиряет братьев, и Савва решает остаться на родине, поселяется в монастыре Студеница, и там живет целых 10 лет, собственно говоря, занимаясь просвещением народным и написал он в этот момент как раз «Студеницкий типик», это тоже такой устав. Но со временем он понимает, что возникает как раз вот это понимание того, что Сербской Церкви нужна самостоятельность, особенно на фоне происходящих вот этих глобальных изменений, там падение Константинополя и так далее. Дело в том, что к тому моменту появления святого Саввы на свет и Симеона на территории вот этих сербских земель уже было три епархии, которые подчинялись Охридской архипископии. Но они в известной степени пришли к тому моменту в упадок. Вот была, например, Ражская епархия с известным храмом апостола Петра, который до сих пор, кстати говоря, действующий. Это самый древний храм. Вот он как раз на территории Сербии. Там как раз располагалась епархия, кафедра. Но, по сути дела, наблюдалось некое запустение церковной жизни. И вот Савва, во-первых, сам вдохнул новую такую струю свежую, подвижническую, монашескую, пользуясь, конечно, по дерзкой своего брата, правителя Сербии. И он в 17-м году как раз приходит решение, вот он как раз 10 лет прожил, что надо искать в общем автокефалии самостоятельности сербской церкви. Интересно, что как раз в 17-м же году как раз Стефан Первовенчанный принял вот эту корону от Гонория Папе. И Савва в 17-м году отправляется опять на Афон. Там он советуется и вместе со своими сподвижниками отправляется в Никею. И вступает в переговоры с патриархом и с императором. И это кончается тем, что его рукополагают в архиепископа. И он возвращается фактически с документом, подтверждающим самостоятельность сербской церкви. Возвращаются в сербские земли и начинает полноценное церковное строительство. К этим уже существующим трем епархиям он образует еще восемь. А по дороге из Никея он опять заезжает опять же на Афон и берет из Хиландара своих учеников. И тогда как раз закладывается вот эта традиция, что, во-первых, тогда все епископы стали это были хиландарские и афонские монахи сербы. И потом на протяжении всего периода архиепископии это до скажем так середины 14 века практически все архиепископы ну вот именно предстоятели церкви практически все за исключением наверное одного были именно из Хиландара и как правило это были бывшие хиландарские игумены. Но как раз после себя Савва оставил первого не хиландарского там Арсения просто его ученика из Сербии он может быть и бывал на Афоне но не был подвижником таким афонским. Так вот и Савва выдает всем этим епископам по экземпляру законоправила которую он написал к тому моменту и устава а законоправила это вообще была книга оговаривающая не только церковную скажем законы жизнь но и обращенная к правителям крестьянским в общем это был такой правовой акт который до сих пор в общем-то изучают там например на юридических факультетах в Сербии ну не говоря уже об исторических законоправила святого Савва кстати говоря по-моему да именно его недавно года два назад перевели кстати была презентация у вас в библиотеке между прочим вот законоправила святого Саввы вот и еще он делает важную важнейшую вещь он венчает на значит королевство можно королевской короной но сербский кроль это не совсем король западный вот и не цесарь и не царь и не император как бы византийский вот но тем не менее он венчает Стефана на правление и вот поэтому он собственно говоря получает вот это вот прозвище Стефан первовенчанный то есть первый кто был венчан на царство его его родной младший брат будучи архиепископом венчает значит на правление и таким образом как бы вся вот эта вот сербская государственность и церковная структура получает такую завершенность и некое совершенство да уже на него потом и в государственном плане государственное устройство и церковное устройство уже вот на этот вот скелет можно сказать уже нанизывалось все остальное да либо к этому прирастало либо там какие-то части может что-то отпадало но тем не менее уже вот именно Савва заложил основы сербской церкви поэтому собственно говоря несмотря на то что сербы в общем-то крещены уже были до этого но хотя у них нет точной даты крещения как может быть у некоторых других народов вот тем не менее именно история сербской церкви восходит вот именно к святому Савве а до этого как бы говорится обычно там о каких-то епархиях существовавших вот собственно говоря поэтому и церковь называется Святосавской вот первое поколение своих учеников он делает всех их архиереями появляется как мы понимаем 8 плюс 3 уже там значит 11 кафедр то есть это уже солидная такая церковная организация опять же все это происходит на фоне ослабления Константинопольской церкви да там некой эрозии вообще этого всего византийского греческого мира вот и тут появляется как раз такое молодое славянское государство и церковь на Балканах которые начинают очень активно развиваться вот как раз да вот эта вот фреска только что была предыдущая с изображением да как поставление Святого Савва в архиепископа надо знать надо сказать что впоследствии греки вообще неоднократно как бы это оспаривали вот даже не в новейшее уже время когда они в один момент вообще упразднили самостоятельно сервиску но и до того как бы такие скажем притязания были тем не менее сервиска церковь начинает активно развиваться идет опять же строительство и монастырей и вот этих молодых епархий некоторые из этих епархий сохранились ну до сих пор есть несколько епархий которые фактически вот в том первозданном виде сохранились есть такие епархий которые например когда-то угасли а восстановились совсем недавно но именно прям вот в тех кафедрах в тех монастырях которые определил свое время святой сава но вот что я хочу сказать тут важно вклад святого сава еще именно в том что он написал вот эти вот и законоправила и студенецкий типик это фактически было такое первое законодательство сербское и церковное вот это правило на которое по крайней мере вся династия неманичит то есть это следующие 200 лет в общем опиралась именно на это и на этом все было построено судебная власть там и фискальные всякие моменты и прочее и огромный конечно вклад савы был дипломатический он несомненно обладал талантом дипломатическим и ну конечно тут не возникает вопрос он конечно и знал несколько языков он проделал несколько очень больших и серьезных вообще для его лет и для тех лет вообще путешествий вот одно из первых паломничеств его на святую землю произошло уже после смерти его брата старшего который кстати говоря перед смертью тоже принял монашество и сейчас его мощи почивают вот тоже там же где их отца в монастыре студенец только они доступны они в ковчеге там лежат вот при его сыне родославе да сава отправляется в миссионерскую ну то есть в паломническую поездку на святую землю и там он покупает монастырь так что архангельский монастырь так что это такое подворье сербский монастырь на самом деле просуществовал там на продвижении нескольких сотен лет и был такой серьезной базой в общем сербской и для сербских паломников ну и для правителей что вот туда очень многие делали вклады саве вот удается сделать это и плюс он собирает множество святынь он побывал даже в Армении и в других землях христианских то есть действительно удивляет насколько вообще обширную он территорию сумел объехать причем не один раз и последний раз он отправляется в паломничество уже будучи достаточно пожилым человеком он собирает перед этим собор в Жиче в монастыре Жиче который он сделал центром архиепископии тогда не монастырь Студенеца а Жиче и позднее это было перенесено в Печескую патриархию только уже при его наследниках из-за ну из-за нападений там и венгров там и других иноплеменников так вот он собирает в Жиче собор в котором обращается с таким тоже это сейчас сохранилось это произведение его это слово о правой вере вот обращается и к правителям и к князьям и к епископам то есть как бы еще раз их как-то утверждает в вере в том как вообще должно быть построено церковно-государственное отношение в том числе вот и после этого он выбрав себе наследника им стал будущий архиепископ Арсений это вот как раз единственный из архиепископов который не был хиландарским монахом вот и он называет Арсений Арсений Сремец потому что считает что он там из Срема это такая исторически-географическая область вот он его назначает своим преемником фактически можно сказать уходит на покой и отправляется в это паломничество ну наверное он как человек святой и проницательный чувствовал приближение своей кончины и он отправляется оставив вот такую организованную церковь он отправляется в последнее свое паломничество опять объезжает несколько христианских земель побывал в Иерусалиме на гробе Господнем посетил все святыни и на обратном пути он немного не доезжает до в Сербии и гостя болгарского значит правителя он отходит ко Господу и там же его хоронят и собственно говоря потом уже его скажем появление в Сербии будет связано с другим святым с его племянником Владиславом интересно что как раз именно в житии святого Савы написанного монахом Феодосием мы находим чуть ли не единственное такое место где можно найти нормальный материал для жития святого Владислава там очень живописно описывается как Владислав отправился к царю Ясеню который был ему по-моему зятем как-то они там были связаны и как там происходит торговля как он у него выпрашивает мощи святого Савы тот не хочет отдавать этого святого отпускать как он там его умоляет и потом в конце концов получает разрешение и как он подобно царю Давиду пляшет перед ковчегом когда они вот это процессе движется с мощами святого Савы движется в Сербию а Владислав значит пляшет перед ней от радости вот и тогда уже это происходит причем через несколько лет еще может быть даже не совсем мало лет где-то лет 5 наверное прошло когда Владислав решается все-таки мощь его перенести и его мощи почивают после этого в монастыре Мелешего но потом у них уже была другая история трагичная но тем не менее частица мощей рукавер она до сих пор почему-то об этом мало говорят но десница его хранится в монастыре Мелешего вполне себе доступна но она в алтаре хранится в то время как остальные мощи турки сожгли во время одного из восстаний вот вот собственно говоря что можно сказать о святом Саве и считается что святой Сава объединил школу и церковь и поэтому как бы за ним вот это представление о нем как объединители школы и церкви со средних веков живет и до сих пор и именно поэтому день памяти святого Савы во всей Сербии и во всех землях считается днем просвещения то есть в этот день и в светских организациях везде проходят какие-то утренники программы обязательные то есть это такой день сербского просвещения день учебы интересно что это настолько важно для сербов что в тех местах где сербы находятся в каких-то стесненных обстоятельствах где осуществляется давление на их скажем православную сербскую идентичность там они еще с большим энтузиазмом и жаром значит празднуют эти дни святого Савы так что вот если вы в центральной сербии в Белграде это один день вот 27 да по-моему вот января дело в том что в русской церкви и в сербской по-разному да по-разному у нас 25 так вот у них 27 значит если в сербии в Белграде это один день как бы занимает это торжество то в Черногории они на это отводят целую неделю пока всю епархию не объедут значит это не прекращается именно для того чтобы все могли принять участие все дети во всех городах все приходы могли причать все дома культуры принять участие вот именно в таком подчеркнутом прославлении сербского святителя как родоначальника вообще просвещения литературы образования как просто человека заложившего фундамент сербской идентичности и в каком-то смысле слова да тогда получается Савва он продолжил деятельность святых равноапостольных салунских братьев Кирилла и Мефодия можно мне так говорить ну конечно да он именно считается я думаю что даже вот в понимании простых людей да как бы не книжных как говорится да я думаю что даже вклад Саввы им более понятен и близок чем например вот разговор там о Кирилле и Мефодии вот ну как у нас там наверное как-то про Александра Невского все знают да но Кирилл и Мефодий как-то это уже так более да к сожалению да в нашем случае к сожалению да в их случае все-таки Савва действительно отец да как апостол ну да он да фактически равноапостольным да он таким то есть человек до фактически Саввы если возьмите любой учебник по истории сербской церкви например то в общем-то он начинается именно со святого Саввы хотя опять же я говорю что есть историки которые говорят нет но все-таки у нас была там и христианская в том числе история до того да безусловно это как бы все было но все-таки Савва вот именно структуру церковную выстроил да то есть это тот человек который сумел поехать в эту Никею сумел просто своими подвигами личными так расположить всех афонитов вот сумел ведь они же тоже должны были согласиться собственно говоря чтобы там отдельный сербский монастырь появился да вот и при этом интересно что он был связан и с русскими тогдашними кто там был и с греками как бы и в общем со всеми вот и вот ему удалось именно выстроить такую скажем церковную структуру заложить ее основу а мог ли в своем законоправиле святой савы законоправил имеет несколько редакций как мы понимаем опираться на номоканон святителя Мефодия архиепископа Моравского ну безусловно он на какие-то источники опирался это ясно к сожалению я как бы интересно спросили действительно мне тоже стало интересно был ли для него образцом да номоканон святителя Мефодия или или это просто как такой дополнительный ресурс ну я думаю уж точно как дополнительный ресурс то вполне я думаю он был ему доступен и вполне вероятно что использовался и вот а вот номоканон святителя Мефодия он где получил распространение получается святителя Мефодия он впервые появляется в Великой Моравии и он Да, но в Великой Моравии, мы понимаем, он не прижился. В Великой Моравии он не прижился, но он зато перешел в другие западнославянские страны, в Чехию, в Польшу, уж в Чехии точно, на него опирались. То есть в Чехии он сохранился? Конечно, конечно, во времена Вацлава именно этот новым канон был таким образцом правила, образцом жизни. Но и Войтих тоже, Войтих тоже на него полагался, потому что, помните, как мы говорили, при Войтихе было, в общем-то, религиозыщество распространено еще в Чехии, хотя уже христианство вошло. Многоженство и так далее, да, это мы помним. Но, возможно, и через учеников Кирилла Мефоя. То есть первое поколение их же осело в Охреде, да? Да. То есть, в общем-то, это был один регион, и я думаю, что здесь, то есть это как раз и была Охредская архиепископия, на территории которой Савва, ну, понятно, да, до того, как он получил свою собственную архиепископию, он 10 лет жил в Студенице, являясь, что значит, клириком Охредской архиепископии, да, то есть, конечно, я думаю, что здесь, безусловно, они как бы были знакомы с этими документами. Да, и Стануфтырного скончался, фактически, явно, что связи были с Охредской митрополией, да, или архиепископией, как она тогда называлась. Наверное, архиепископия на тот период, там, метрополия. Потому что Ясень он, или Асень, да, как бы, он любил, очень уважал Савву, почему он не хотел потом мощь его отдавать, не из-за вредности какой-то. И тогда, как раз, между прочим, отношения между, можно так сказать, сербами и болгарами были-то как раз, можно сказать, так хорошими, да, позднее они несколько попортились. То есть, Савва имел такой авторитет и у тогдашнего болгарского правителя, да, и в церковных кругах, безусловно, я думаю, что ему было доступно практически все самые известные на тот момент вот эти письменные памятники и документы. Да, еще на прошлой встрече мы говорили с вами о том, насколько тесны связи между южнославянскими народами, ну, хотя бы даже потому, что это небольшие страны, да, и действительно они родственными и духовными, и культурными узами связаны. И мы говорили о том, как святые могут, культ святых, да, он может проникать, например, из Сербии в Болгарию, из Болгарии в Сербию, да, как святой Иоанн Рыльский. А вот как почитание святого Саввы, оно повлияло на другие южнославянские страны, там, Болгарии, Македонии? Ну, в Болгарии, я знаю, что до сих пор это место захоронения святого Саввы, оно отмечено, и, то есть, там, по-моему, до сих пор есть храм, и вот сама его могила является некой святыней, да, вот. И, безусловно, влияние было, опять же, я говорю о том, что Савва скончался в гостях у болгарского правителя, и, как бы, он неоднократно через него проезжал. Плюс, фактически, неманичи, уже начиная со святого Саввы, они часто вступали в, как бы, в брак, да, вот Владислав как раз был, собственно говоря, как это взять, да, болгарского правителя. И эти, как бы, истории повторялись постоянно, вот, и, безусловно, какое-то влияние было. Другой момент, что, мне кажется, сейчас мы, когда начинаем это изучать, мы уже, как бы, проходим через некое наслоение новейшей истории, когда, вот, эти все национальные, как бы, там, государства стали строиться, а в них, в общем-то, уже был такой очень серьезный элемент соперничества, да. И вот, к сожалению, например, если вы сейчас попадете в Македонию, то, например, вот, ну, казалось бы, вот есть Николай Сербский, да, который, да, который, там, служил в Охреде, он как раз написал свои знаменитые произведения, там, молитвы на озере. Ну, и церковная жизнь в Македонии, в этой современной, которая, вот, как бы, в расколе, но, в общем, я с полной ответственностью могу сказать, что это самый здоровый из расколов. Вот, когда ты смотришь внутри просто, что там, да, там у них монашество есть, вполне себе, как бы, приличное такое, да, вот, Бегорский монастырь, у них есть богословский факультет, и они ищут выхода, на самом деле, их очень волнует то, что, ну, не признание их национальной некой, вот, церкви, а их именно в большей степени сейчас волнует выход из этой ситуации, что они оторваны от всех, вот. И, ну, тем более, они считают себя наследниками Охредской архиепископии, и, в общем, имеют действительно это право. Но, вот, интересно, что, когда ты начинаешь говорить как-то о сербских святых, вроде как-то, ну, как-то, в общем, эта тема, ну, как-то ее стараются обойти. Даже недавно был случай, когда в одном монастыре зарисовали, ну, это даже до смешного, они взяли фрески, на которых были изображены ктиторы сербские, и поменяли им надписи, то есть, там, значит, Стефан Дычанский, там, князь Лазарь превратились, ну, самое совершенно, что один превратился в князя Владимира Киевского, причем там был написан царь, царь, значит, киевский Владимир, там, ну, и так далее, там, в каких-то византийских императоров или в святых, там, ну, греческих, там, допустим, в Григория Богослова, а на самом деле там изображен святой Савва, там, не знаю, Арсений и Лазарь, и там, Стефан Дычанский. Я просто к чему это говорю, то, что сейчас, видимо, вот это вот взаимное почитание святых как-то немножко вот так затерлось вот этими какими-то политическими противоречиями. Видимо, в средние века оно было, действительно, взаимное влияние происходило, плюс есть много святых, которые и те, и другие приписывают себе, да, ну, например, это там Злата Менглинская, там, та же самая Пороскева. Да, Пороскева Петка. Даже здесь, в России, можно иногда встретить, пишут, Пороскева сербская. Да, нередко, нередко. Да. А, в принципе, ну, потому что она, действительно, там, полтора века или век уж точно лежала в центре Белграда, вот. Но сложно сказать, кто она была. Так же, знаете, как Кирилл и Мефодия, там, называют болгарами, да, вот. Кстати говоря, в русской литературе этого немало. Вот. Даже у нас, когда была встреча про Кирилл и Мефодия, там нам писали комментарии, почему, разве не не болгары, разве не болгары, мы им сказали, что все-таки греки, скажите, по большей части. Это российская все-таки мифологема, что, Кирилл и Мефодия, болгары, потому что, например, чехи или поляки их болгарами точно не зовут. Ну, да, нет. Но болгары, вроде как, некоторые тоже присваивают себе этих произведителей. Да, возможно, что они были там какими-то фракийцами частично есть такое, но явно, что… Мать болгар, у них, да, есть такая версия. Ну, таких версий много, да, вот. Но, к сожалению, да, но взаимное, конечно, влияние было, безусловно, и есть интересные, например, примеры. Например, мощи короля Мелутина, который, кстати говоря, и в том числе и воевал с болгарами, по-моему. Ну, они все, в общем, там периодически воевали, болгары с сербами, с сербами с болгарами, практически каждый правитель изнемыничий, вот, начиная уже где-то там с Мелутина, да, они, в общем, там успели где-то столкнуться с болгарами, потом подружиться, потом опять. Так вот, его мощи оказались в итоге в Софии, и они сейчас там находятся. То есть, это одна из центральных фигур вообще сербской истории. В России сербея не бывает, и, по сути дела, конечно, с болгарами он, ну, никакого не имеет связи, просто он в этот момент был сам правителем мощного государства, которое еще и там было посильнее, может быть, тогдашней Болгарии, да, вот. И однако же, ну, это вот в момент очередного нападения турецкого, там спасали эти мощи, и в итоге мощи короля Мелутина находятся в Болгарии, да, вот, и там очень почитаются. Болгары, в общем, никак и не хотят отдавать их сербам, при том, что вроде как бы свою историю, так же, как и сербы, то есть они как бы дистанцируют друг от друга, вот, некое соперничество, но довольно серьезное. Вот. Но однако же мощи короля Мелутина, в общем, им в голову не приходит отдавать, и, в общем, они их очень почитают, потому что я вот так за последние, там, 20 лет неоднократно наблюдал в новостях, что вот они переоблачают их, там патриарх, все архиереи болгарские собираются, в общем, переоблачаем мощи короля Мелутина. Хотя, казалось бы, если бы это был, например, епископ какой-нибудь или преподобный, ну, вроде бы как бы, да, а он-то был, ну, такой, как бы, грубо говоря, местный Александр Невский, там, да, или Даниил Московский, то есть, в общем-то, ну, представитель власти, ну, вот они его, как вот благоверного князя, значит, они его у короля, в общем, они его держат у себя и вот так его почитают, любят. Так что такое взаимное влияние есть, несмотря вот на эти такие неприятельские наслоения вот уже новейшего времени и 20 века, они есть. Ну, и плюс еще есть какой-то блок святых, которые каждый из них считают своими. Это и Аким Асоговский, Прохор Пчинский, это вот эти первые святые, самые ранние, они, если вы откроете житие болгарских святых, вы их там найдете, и житие сербских святых вы тоже их там найдете. Ну, и македонцы сейчас, естественно, тоже их считают своими. Анна, может быть, о Святом Савве на Руси еще время рассказать? Да, можно перейти и к этому. Потому что уже даже нас спрашивают в Фейсбуке, я сейчас читал комментарии, спрашивают, а вот связи с Русью были? Да, вот это как раз, наверное, для нас очень интересная история. И я думаю, батюшка нам сейчас осветит это. Батюшка уже начинал говорить о том, что Иоанн Грозный был связан тесно, причем связан с сербским родом. Да, но дело в том, что вообще почитание Саввы очень рано проникло на Русь. То есть фактически это уже было, ну, в XIII веке так уж точно. Саввы и Симеона одновременно, они очень достаточно рано у нас были известны, уже появлялись их жития. Вот, но, конечно, тут и роль большая вот таких деятелей, как Иоанн Грозный, который, собственно говоря, вообще был на четверть сербом. Возможно, это, кстати говоря, сыграло роль в некой такой амбивалентности его характера. Это, на самом деле, между прочим, очень свойственно. В некоторой историографии его даже сравнивают со Стефаном Душиным. Есть, можно ли назвать такую параллель? Ну, в принципе, да, с учетом того, что он как бы разрушил Казанское это все царство и, в общем, действительно тоже объединил много земель. В общем-то, как политик-то его правление было успешным. Ну, вот, с Душиным вполне можно сравнить, и как раз Душин тоже был человеком таким, скажем, ну, которым можно задать вопрос, как крестьянином. Ну, вот. Так вот, собственно говоря, Иоанн Грозный, если уж мы этого коснулись, он, его бабушка родная, его воспитывала Анна Якшич, и это нашло отражение в том, что он, когда уже вот был в полноте своей власти, он распорядился летописный свод написать, то есть, да, историю, такую историю в картинках всего мира. Да, всемирную. И в этой летописной истории мы находим две очень интересные вещи. Во-первых, подробное описание Косовской битвы, ну, тоже в картинках и все, вот. Но еще более подробное житие Святого Савы. То есть, оно там полностью содержится. Вот как раз книга, которая здесь у нас стоит, это вот издание, которое было уже, по-моему, 10 лет назад, ну, несколько лет назад. Издали как раз параллельно ученые из России, из Сербии, нашли эти куски летописного свода и издали фоксимильно в цвете с подписями как раз на старославянском, ну, древнерусском, вот этом современном русском и на сербском языке. И надо сказать, что житие Святого Савы очень подробно, значит, представлено, то есть, оно описывается. И в то же время, он, когда заканчивал Архангельский собор в Кремле, вот это вот особое почитание сербских святых, и именно Симеона и Савы нашло отражение в фресковой живописи этого собора. Да, вот в частности, когда вы, я думаю, что очень многие наши сегодняшние слушатели и зрители, зайдя в этот собор, могли видеть эту фреску, потому что не заметить ее просто невозможно. То есть, когда вы ходите в Архангельский собор, это вот здесь на первой колонне, на столбе, значит, слева достаточно большая, ростовая практически фреска как раз Симеона и Святого Савы, преподобный Симеон и святитель Савы Сербский. И вообще, в этой росписи всего собора есть только, по-моему, четыре вот этих святых, как бы, вот этих вот балканских. Это как раз там еще Лазарь присутствует, князь Лазарь, причем два раза. Он и внутри храма, и в алтарной части. И еще какой-то греческий святитель того приблизительного периода. Что говорит само по себе? Интересно, что это Анна Якшевича, бабушка Ивана Грозного, она вообще была очень живучая такая женщина. Она дожила до взятия Казани. То есть ей было лет восемьдесят, в общем. И она, можем себе представить, какое влияние имела на своего внука. Она по какой линии, бабушка? Она, значит, Анна Якшевича, она вышла замуж за вот Глинского. И она мать Елены Глинской. Из Литвы, получается, попала? Ну, как бы да, из такой, как бы этой Литовской Руси там, да. Она, поскольку отец Ивана Грозного умер, когда он был совсем маленьким, и мы прекрасно понимаем, чем занималась его мать, и это, в общем-то, в истории отражено, что, в общем-то, они, бедные, боролись за то, чтобы их только как бы там не придушили, в общем-то, да, по сути это дело. Вот, естественно, она не могла заниматься сына, воспитанием сына. Ну, тем более в те времена, мы понимаем, да, там как-то все было сложнее. И, скорее всего, ну, в общем-то, так и есть, что воспитанием маленького вот этого Вани, Грозного будущего, занималась именно вот эта бабушка. И вообще мир весь он воспринимал через вот общение с этой вот своей бабушкой, которая говорила вот на этом неком языке, да, ну, как, а насколько она освоила русский тогдашний, да. Но дело в том, что языки тогда были намного ближе, если вы возьмете письменные памятники, это ваше кажется. Конечно, изводы были ближе. Вот. Но, тем не менее, весь мир там, что она ему сказки рассказывала, там, читала, чему-то его учила, безусловно, он как бы впитал вот эту сербскую традицию, да, даже, можно сказать, черногорскую, потому что она была из той вот как бы области, из юга совсем, вот. И, собственно говоря, он рос в некой святосавской традиции. Понимаете, для него святой Савва, святой Симеон, Лазарь, погибший на Косовская битва, для него это все было часть не какой-то там истории чьей-то. Для него это была его история, потому что его, ну, он как бы, отец ему ничего не рассказывал, отца не было в живых, да, ну, мать там что могла, я не знаю. Вот бабушка им занималась. Причем я говорю, что такая была живучая бабка, как говорится, она по тем-то временам, она до 80 лет домахала. Она еще же в силах 80. Да, она как согласно Псалтире, вот, она всех пережила. То есть она была жива, когда уже Казань взяли. И, собственно говоря, в этом смысле я хочу сказать, что это, конечно, огромное влияние имело на вообще распространение культа Саввы и Симеона, да, потому что летописность, вот это была, как сейчас православный склопель, большая советская, ну, российская, да. И, собственно говоря, но и до этого, до этого хочу сказать, сейчас появилась одна книга, вот для вас она будет очень интересна, и для всех, кто интересуется о географии славянской, вышла замечательная книга. Анна Рашкович, ее автор, она училась у нас в России в консерватории, она при этом еще мелодист, то есть она... Да, я сейчас понимаю, о чем батюшка говорит, это действительно стоящая книга. Она написала книжку, фактически докторскую диссертацию, в которой собрала все богослужебные тексты русские, ну, в русской, значит, этой... Да, литературе, книгах, служебниках, посвященные сербским святым. Она собрала их всех, описала их всех и собрала. У нее там даже таблица приведена, где она говорит, где что. То есть она работала во всех библиотеках возможных в России, она работала в Ватикане, она работала еще в старообрядческих разных там центрах, и все служебники она перелопатила, составила какие-то супер таблицы. Интересно, как она там приводит сравнение между службами Сави и Арсения, его последователями. Вот. И я думаю, что это, конечно, такой фундаментальный труд, он очень важен. В том числе у нее там есть, конечно, и статья, исторически, как бы весь этот контекст раскрывающая. Но, к сожалению, книжка сейчас пока только на сербском. Вот это интересно. То есть практически все, кто интересуется, вот если эта книжка, как бы, попадет она к вам в руки, то там есть все. То есть вы можете найти, где что искать, например. Там весь аппарат научный есть. Вот. И это очень важно. Так вот, она этот вопрос вообще исследовала, и он как раз отражает вот этот процесс проникновения культа, почитания сербских святых на Русь. Вот. И Сава и Симеон как раз туда попали очень рано. Ну, практически сразу. Вот. И, ну, как бы их почитание распространилось довольно быстро. И вот раз мы уж разоговорили про Анну Рашкович, хотелось бы еще упомянуть и научного руководителя этой девушки, это Евдокимова, сейчас забыла, ее точные инициалы. Она как раз занималась расшифровкой сербских песнопений, сербских песнопений, которые написаны крюками или знаменной нотацией. Такое тоже имеется, потому что ранние сербские песнопения, они уже располагаются в стихи раре «Дьячье око». И там они как раз знаменной нотацией представлены. И вот эти музыкальные связи, они нам еще раз позволяют убедиться в тесных сербско-русских, русско-сербских связях, что, конечно, немало важно. И вот по этому случаю мне бы хотелось еще привести цитату нашего святейшего патриарха Кирилла, когда в 2014 году он служил божественной литургией в Белграде, в соборе святого Сава. Он сказал такие слова «Народы, окормляемые русской и сербской православными церквями, всегда едиными устами и единым сердцем исповедовали общую веру, разделяли радости и помогали друг другу в скорбях. История наших отношений уходит в неисследимую глубину веков. Русские монахи всегда были желанными гостями в доме великого князя Стефана Немани и их помощь сыграла важную роль в приобщении к монашеству его сына Ростислава. Все это происходило в далеком XII веке, но и до ныне святой Сава объединяет наши народы». Это слова святейшего патриарха Кирилла. Чтобы привести их музыкальное подтверждение, мы хотели бы исполнить стихи на церковно-славянском языке из Минеи, который называется «Серблек». Там расположены по порядку в плане литургического года стихи с сербским святым. Сейчас мы споем стихиры святого Саввы. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 свое сердце, которые трудились на очень высоком профессиональном уровне и создали такой шедевр, у которого, наверное, нет сейчас конкурентов на Балканах. Это огромный и очень масштабный труд. Он начинался с того, что было принято решение на межгосударственном уровне между Сербией и Россией о том, что Россия окажет финансовую поддержку этому проекту. Потом была создана комиссия, которая должна была выбрать команду для работы над мозаиками, которая должна была оценить уровень проектов. И вот когда люди приезжают в Рим, куда они идут? Они идут смотреть собор Святого Петра. Когда они приезжают в Париж, они идут смотреть Нотр-Дам. Когда приезжают в Москву, идут смотреть Кремлевские соборы и храм Василия Блаженного. Когда люди будут приезжать в Белград, они теперь первым делом будут приходить в храм Святого Саввы и любоваться не только его внешним видом, но и уникальным внутренним убранством. Вот такой фрагмент. Поэтому, кто не смотрел этот фильм, советуем вам посмотреть. Действительно, мозаики этого собора, собора Святого Саввы, они уникальны, поражают своей красотой. А пока что, к сожалению, международные поездки у нас сложные в мире. Хотя, не знаю, вот в Сербии сейчас открыто. В Сербии можно уже, да. А в Сербии уже можно. Что имейте в виду? Билеты были, да. Но хотя бы вот так вот дистанционно поглядеть на ту красоту, которую вот буквально в наших глазах сейчас создали совместно русско-сербские мастера. Это того стоит просмотреть фильм. Он в открытом доступе есть, в интернете никаких проблем его поиск не вызывает. Я вижу по времени, что уже у нас осталось совсем почти ничего. Поэтому я хочу, во-первых, поблагодарить отца Игнатия за столь интересный подробный рассказ о святых Симеоне и самве сербских, которые действительно, можно сказать, своими руками создали сербскую церковь, заложили те основы и фундаменты, которые не дали ей погибнуть даже во времена османского завоевания. И вот эта вот свято-савская традиция, она действительно является таким стержнем, вокруг которого выросла вся сербская культура и сербская нация как таковая. Спасибо вам большое за этот рассказ. Будем рады вновь пригласить вас к нам рассказать о других сербских святых. Сон которых очень большой. Да, в том числе из династии Неманичи, которые действительно, опять же, лоза, которая произросла из святого Симеона, она произвела на свет множество действительно святых людей. Небольшой анонс на следующий месяц, в марте, в конце марта 24-го числа, нас ждет в рамках цикла «Святые из славянских стран» рассказ об Иване Рыльском, о болгарском святом. Будет у нас в гостях историк, булгарист, доктор наук Игорь Каллиганов, который будет рассказать как раз о болгарском святом Иване Рыльском. Мы так, два месяца у нас были сербские святые, сейчас немножко сдвинемся восточнее. На самом деле, да, это очень логично, да, переход от Савы сербского, такому национального святого, к другому тоже национальному святому, святому Ивану Рыльскому. Да, для болгара это, конечно, колоссально. Ну, как для сербов Савы. Как для русских Сергий Радонежский, мне кажется. Ну, вот сам Игорь Иваныч с этим спорит, потому что он говорит, что Сергий Радонежский – это не то, что Савы и не то, что Иван Рыльский. Ну, вообще, да. Потому что он все-таки почитается в центральной Европе, в центральной России больше, нежели на окраинах. Ну, вот, не знаю, может, надо батюшка-отец Игнатий подправить по поводу Сергия Радонежского. Конечно, сложно сравнить Сергию Радонежского и Саву Сербского, потому что Саву Сербский буквально создал церковь, да? Да, и потом время, все-таки Хронотоп тоже совсем другое время. В завершении нашей встречи, сколько вопросов нам пока не поступает, никаких дополнительных, то в завершении нашей встречи… А вот я хотела вопрос задать вам. Сейчас, секундочку, мы сначала споем тогда, а потом попробуем еще, если останется у нас время, потому что времени осталось совсем мало, а гимн Святому Саве все-таки стоит спеть. Да, вот тогда я сразу скажу, что гимн Святому Саве, который мы сейчас споем, он впервые был исполнен в XVIII веке в «Ружке горе». Кто его автор, я имею в виду композитор, не совсем точно известно. В любом случае, этот гимн – гимн в школе, гимн образования. Батюшка уже говорил на лекции, что Святой Сава является покровителем образования, что празднества Святого Савы в разных местах длятся даже разное количество дней, даже неделю. И вот совершенно очевидно на них исполняется вот этот гимн, который мы попытаемся вам воспроизвести. Это будет такой завершающий аккорд нашей сегодняшней встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok